Тиночка, добрый вечер. Спасибо вам большое за эту встречу. И, будешь в случае, сказать спасибо за ваш интересный инстаграм, который вы ведете, и каждое утро нас стимулирует следить до завтра. Завтра пойду. Завтра Михаил пишет, будет сложная тренировка в 7.45, не опаздывайте. Заниматься спортом, да, кстати. Вот, и у меня такого, это с точки вам, конечно же, я принесла. Он один, но аленький. Вопрос такой, какой. У вас будут какие-нибудь еще конкурсы или флешмобы в поддержку вашей? Да, да, конечно. Я, например, вот, я не знаю, завтра они эту акцию дадут или нет, но думаю, что, скорее всего, дадут. Завтра я принимаю все звонки в качестве операциониста по анселоджи. То есть, спасибо вам большое. Я здравствуй, да? Спасибо вам. Очень красивый цветок. Спасибо. Спасибо. У нас есть такое нововведение, понятно, так как у меня косметика продается онлайн, и, соответственно, сидят девчонки-операционистки, кто поднимает звонки и заказы от клиентов. И раз в две недели все заказы принимаю я. Это рандомно, люди не знают. Ну как, я предупреждаю, что я буду принимать, соответственно, звонки, поэтому все покупатели звонят, они понимают, что они могут до меня дозвониться, потому что я сижу на телефоне, и все могут давать свои фактические замечания, опять-таки комплименты, кто что хочет, там, советоваться, спрашивать и так далее. Два часа я работаю и, соответственно, разговариваю с покупателем напрямую. И в прошлый раз мы делали такую историю, все, кто покупали косметику на 7 тысяч рублей, вот как только человек добивался до 7 тысяч рублей, я дарила книгу. Я не знаю еще точно, что мы завтра будем делать, я просто только с другого выступления приехала, но мы обязательно, конечно, мы очень любим своих покупателей, мы максимально стараемся делать такое кросс-промо, которое дает возможность человеку чувствовать себя любимым. Я, когда все ролики пишу, у меня же не маркетологи какие-то пишут мне текст, это же все я говорю, то, что я думаю. И вот я всегда, когда представляю свою косметику, я говорю, что мы, женщины, должны любить себя, потому что если мы не любим себя, то нас никто не полюбит. И вот основная идея косметики Encelgy, помимо того, что это люкс по доступной цене, это еще то, что мы вас любим, так, как вы должны любить себя. Поэтому, конечно, подарки будут. То есть мы стараемся в этом смысле нашу покупательность стимулировать и делать им приятным. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли что-то в вашей книге про подтяжку лица именно о пластической хирургии? Вы знаете, я вот реально, как бы, да, там, в этом смысле, рано или поздно понятно, что придем туда все, но я там не была, честно. Поэтому здесь в основном собрано все, что имеет непосредственно отношение ко мне. От себя могу вам сказать, я здесь больше доверяю, вот еще раз, ортодонту, он и мой стоматолог, который, знаете, как это немного новое поколение ребят, им 35 лет, они все очень молодые и такие, вы знаете, международного уровня ребят, мне в них нравится то, что они все деньги, которые зарабатывают, вкладывают в образование, едут по миру, получают знания, очень классные ребята. И вот они мне оба внушили, что к классическому хирургу женщина до 60-ти приходит только по одной простой причине, что она ничего до этого не делала. Поэтому если нет медицинских показаний, ну бывает, когда правда грыжа, там, или какая-то анатомическая особенность, ну вот так человек родился, и эту анатомическую особенность нужно исправлять. То есть все остальное, это просто результат того, как мы живем. Поэтому, вы знаете, я пока, к сожалению, не знаю, как там за этим бутром, и надеюсь, как можно позже про это узнать. Спасибо большое. Если еще вопросы, друзья, у вас есть вопрос. Можно такой вопрос? Вы сказали, что пишите именно о том, что вы хорошо разбираетесь, как уже не будет тогда книги про ТВ, про телевидение, про работу, которую вы в первую очередь узнали, да, о вас именно про этой работе? Вы знаете, ну, я как перфекционист, даже вот с этой книгой, все же взрослые люди, все понимают, да, что ты все равно работаешь там с авторствами, с редактором. То есть я не Александр Сергеевич Пушкин, но точно ночью не сижу, и гусиным пером точно не пишу. Но так как это полностью мой текст, а потом еще было 10 итераций, когда я уже этот текст, и когда еще уже в печать к нему пришла, я опять позвонила, сказал, что я еще хочу мне, то есть уже даже издательство, мне кажется, спасибо ему большое, чуть не сошло с ума. И как вам сказать, я перфекциониста, то есть я эти 4 книги обещала, должна их сделать. Я обязательно сделала книгу про телевидение. Мне очень нравится, есть такая книжка двух американских парней, одного зовут Томас Хэнти, если не ошибаюсь, я не знаю, кстати, в Москве она продается или нет, вот здесь. Называется «Новая власть» про технологии. Очень рекомендую вам эту книгу. «Новая власть» у вас есть такая? Промерьте на кассе. Вот если есть эта книга, если я не знаю, вот сколько она стоит, она доступна, всем, кому интересны вообще технологии, будущее, телевидение, и вообще вот те изменения, которые происходят, очень рекомендую эту книгу. Это книга про то, что эра вертикального программирования закончилась. То есть мы все вышли из вертикального программирования. Помните, как программу передать? Куда выкидываешь газеты, там же программа. То есть мы с вами это еще, ты что, программу не тут читаем. Есть эта книга, «Новая власть», желтого цвета такая. Через завтра. Вот, и... А сегодня уже просто вы вообще, ну, как бы, не выкидывая программу передать, что... То есть это уже даже смешно слушать. Но, тем не менее, телевидение по-прежнему вертикально запрограммировано, и главная проблема заключается в том, что вы все сегодня, касаемо моей книги, касаемо косметики, касаемо больших компаний, вы все сегодня стали непосредственными участниками профессионального процесса. Что это значит? Ну, условно говоря, мы снимали передачу, у него был там небольшой рейтинг. Но что вы там думаете, никакой роли не играл, потому что вы просто не могли бы скучаться. Ну, пока вы там письмо напишете, пока оно там, люди постарше помнят, дойдет там, не знаю, до телевидения, пока там какой-то специальный комитет рассмотрит, и кто-то где-то прочтет. У нас даже передачи такие были в 20 веке, с утра пораньше там читали письма телезрителей. Сегодня это все бессмысленно, потому что, как только контент появляется на телевидении, автоматически появляется в сети, отношение пользователей к этому контенту может разрушить все маркетинговые и пиар-планы. Например, моя книга. Я могу сколько хочу разглагольствовать, какая я прекрасная, умная и красивая, но 10 человек могут ее прочитать. Если она на самом деле некачественная и неинтересная, написать о том, что книга тебе кандалаги полный порожняк, мне ее не продашь. Сколько бы я к вам не приходила, я вас не уговаривал, я вам не говорила, какая я прекрасно, как бы я шикарно не выглядела, да не купят люди. Потому что люди всегда после того, как ты что-то говоришь, они идут и смотрят мнение о продукте других людей. Поэтому я всегда говорю, что сегодня зритель, он же потребитель корон, и он влияет на все. И я про это хочу обязательно написать и рассказать, потому что я очень хорошо чувствую вот это вот нативное взаимоотношение с покупателем, благодаря еще тому, что я непосредственно владею, управляю брендом. И, конечно, вот самое главное правило сегодняшнего дня, call to action, это вовлечение в активность. Если ты не можешь вовлечь своих пользователей в активность, то ты в этом смысле выглядишь как театр для подглядывания. Я всегда говорю, что у блогеров многих есть, например, 8, 9, 10, 25 миллионов подписчиков. Это неважно уже. В мире, например, тенденция уже идет в сторону микроинфлюенсов. Почему? Потому что неважно, какое количество подписчиков у людей, неважно, какой охват у телеканала. Если люди не вовлечены в деятельность телеканала человека, неважно чего, то этот контент, он будет просто пассивно отсматриваться. А вы, наверное, себя в этом смысле, ну, не, как сказать, не ощущаете, не анализируете себя, но есть контент, который вы смотрите пассивно, есть контент, который вы смотрите активно. Я хочу, чтобы мой контент вы смотрели активно. Но очень много контента люди смотрят пассивно. Телевидение становится, конечно, отчасти пассивным контентом. Про это обязательно кому-нибудь расскажу. Спасибо. Спасибо большое. Если еще вопросы, друзья, поднимайте, выкатый вопрос. Да, вижу, пожалуйста. Здравствуйте. У меня другой вопрос. Вы за ботекс или за гимнастику для лица? И рассказывайте вы это в своей книге. И еще второй вопрос. Спасибо за ваш ресторан. Очень вкусно, очень хорошо. И, может быть, там какое-то здоровое меню, потому что хачапури, конечно, соблазняет, но что-то еще, чтобы в книге про тело уже подойти с новым меню в ресторане. На первый вопрос я пишу, я за ботекс. Я, знаете, как без иллюзий в этом смысле. Ботекс тоже по-разному можно делать. Лицо может быть в продвижном, а может быть замешив маской. Гимнастика для лица, вы знаете, это как вот мой любимый тренер Михаил любит говорить о том, что можно долго делать одно и то же упражнение для тела и верить в то, что тело изменится. Но я еще таких людей не встречала. И гимнастика для лица. То есть, если овладеть профессионально, наверное, навыками этой методики, наверное, что-то можно сохранить. Но я, честно говоря, не встречала людей, которые делали гимнастику лица, выглядят супермолоды и больше ничего не делают. Это первый вопрос. А на второй вопрос ответ простой. Там давно есть меню здоровое. Еще полгода назад сделали. Просто вы, видимо, не спрашивали. И даже мы сейчас уже это меню меняем, новое меню обновляем. Здоровое будет. Я когда иногда бываю с гостями, я говорю, дайте мои кукурузные десерты со стевией. Там все давно есть. Вот не спрашивала. Да, а вот и спросили. Там все давно есть. Все рассчитывала на то, что люди, которые приходят и ко мне нежно относятся, они вполне себе возможны. Мы спрашивали, а что истинно? И вот на что истинно нам всегда отвечают. Мы сейчас вам скажем, что истинно. И даже приготовим. Да. Спасибо. Спасибо большое. Вы получите вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела вас спросить, какой совет вы бы дали себе 15 лет назад в плане ухода, в плане внешности? Вы знаете, если бы я ленилась, я бы себе сказала, наверное, не ленись. Но я не ленилась. Вот keep doing. Больше нечего сказать. Я, наверное, во многих других сферах себе бы дала большое количество советов. Но, опять-таки, я за ошибки, потому что я считаю, что ошибки и провалы человека развивают, а не победы. Но вот с точки зрения ухода, я правда прям могу собой гордиться. У меня не было денег, где я за собой ухаживала. Еще раз говорю, вот утро, вечер, неважно в каких условиях, в самых внештатных. Я все равно становилась все равно хозяйственным мылом или чем могла. Мама просила. Меня вводили к какому-то косметологу. Косметолог за 3 копейки варил какой-то крем. Вот этим кремом я мазалась. Мне даже по сей день, к слову о гимнастике, у меня 2 косметолога. Один инъекционист, кто инъекции мне делает, а второй статист, кто, например, делает мне массаж. Сама я не умею делать, и, конечно же, мне делает косметолог. Вот кто мне делает, например, массаж лица, мы с этим косметологом вместе 20 лет. 20 лет, представляете? Она очень круто выглядит, ей 50 лет, то есть выглядит она лет на 35. Вот, кстати, у нее очень мало инъекции, практически нет инъекции, только биорегитализация. Но она за счет масок умеет делать очень крутой массаж, делает и себе, ну так, в меньшей степени, и другим тоже. Вот, поэтому вот Карина меня всегда всем приводит в пример, когда люди приходят и говорят, а вот сделайте мне как у Тимы. Она говорит, а вы будете как Тимы дома регулярно за собой уходить? Так, чтобы закончить ответ на этот вопрос, у меня дома реально стоит в холодильник отдельно с косметикой. То есть я не шучу. Я каждый вечер реально делаю, вот прям как полагается, пошагово, как косметолог, разные виды ухода за собой. То есть понятно, каждые маски делать не надо, но вот весь этот нудный и неинтересный для мужчин ритуал, когда там есть смывка из мицеллярка, есть тоник, есть, соответственно, очищение, потом соответствующий крем, крем под глаза, крем на губы. Все, вот это все я делаю. Вот я сейчас закончу выступать, поехали, все сделаю. Я это делала всегда, даже когда не было холодильника и таком количестве крема. Если есть еще вопросы, друзья, если да, поднимайте руку, спрашивайте, да. Добрый вечер, Тина. Немного стужу за вами, в общем-то, в инфекционном пространстве. И мне иногда кажется, ну это лично мое мнение, сразу говорю, что вы немного близки так, вот относитесь к своим проектам. То есть вот здесь есть какая-то волна, то тут же хоп, и какой-то проект вы видите. Вот это мне ситуация, наверное, помните, Белла Робопорт, когда вы, в этой ситуации с ваш, когда вы так резко... А вы про книгу будете спрашивать, правильно? Я подвезу этот вопрос. Да, потому что я просто очень просила, я с удовольствием, так как вопросы... Да, я подвезу. Я можно вас не буду прерывать? Спасибо. Я просто с удовольствием на все вопросы отвечу, но так как сегодня я выступаю по книге, я до этого тоже, кстати, выступала, по другой теме. Я много... Да, если можно, вы сразу книги подведите, а если есть что-то дополнительное, с удовольствием. Я же все время отвечаю на вопросы, напишите, я вам отвечу. Давайте по книге, слушаю вас. Хорошо, просто вот в этой ситуации, мне кажется, что все ваши проекты немножко так, по-кулиски. Я хотела спросить, вот эта ваша книга, она на волне массовой культуры, здорового, жизни, перенаботки всего этого полиэтилена и прочего, молоделик там, или устарость, радость и все такое, и она действительно искренняя и от души сделана. А сколько он лет? Нет? Да. А как вы думаете? Сейчас я вас не хочу, я ведь, ну не знаю, 26. Ну да, попали 10. 26? Да. Вы знаете, я много читаю американской прессы и знаю эту тенденцию, что если Бог делает тебя, например, там, кухненькой, то тебе ничего не надо делать. Но вот как женщина к женщине, которая всю жизнь худеет, я хочу вам задать вопрос. А вы никогда не пробовали похудеть? Хотели? Или вы считаете, что не надо? Мне просто интересно ваша точка зрения. Я довольна своей внешностью. Вот, я как раз хотела узнать, как бы из какого вы лагеря. Я на это вам хочу ответить. Вы знаете, первое, большое количество людей сегодня, конечно же, имеют возможность выбирать разный путь развития для себя. Кто-то считает, что себя надо самосовершенствовать только интеллектуально. Кто-то считает, что и интеллектуально, и физически. Кто-то считает, что нужно выглядеть гораздо лучше на 100% от возможностей своей внешности. Кто-то считает, что изначально он прекрасен. В этом тоже счастье. Главное, чтобы люди и на том, на другом пути были уверены в себе. По поводу популяризма, отвечу на корзко. Вы чуть позже присоединились. Я вопросами красоты занимаюсь 16 лет. Вот я 16 лет работаю, и 16 лет в той или иной степени занимаюсь красотой, ходом за собой, потому что у меня такая профессия, изнашивая. Если я быстро поизнашусь, то, соответственно, я потеряю работу. Я не знаю, чем вы занимаетесь, но есть такие публичные профессии, в которых женщина, если хочет быть успешной, она должна очень много ухаживать за собой. Поэтому, мне кажется, Белли, наверное, лет 30, я так думаю, ну, плюс-минус. И 40. И 40. Но, вот видите, я получается не так намного старше Беллы, но я думаю, что Белла тогда была счастливой, красивой студенткой, когда я уже работала. И когда, например, уже где-то лет 10 назад я первую книгу выпустила «Красоте». Национальная конструкция «Красоты». Мне, кстати, часто приносят и показывают. И в этом смысле, наверное, это одна из немногих тем, которая всегда была моей. Потому что я точно знаю, как быть красивой, я точно знаю, если вдруг вы решите, не обижайтесь, еще раз, потому что я худею, я сейчас на второй программе. Если вы решите похудеть, я точно знаю, как. Если вы решите, например, изменить себя внешне, я точно знаю, как. Потому что я всю жизнь была, ну, как всю жизнь, до 16 лет я была пухленькой девочкой. Я, когда выступаю, тоже часто рассказываю, меня спрашивают, «Вы были, наверное, красавицы в школе?» Я говорю, «А что вы говорите? Я была всегда вторая подруга». Вот всегда была красавица, я вторая подруга. И мне, наверное, до 16 лет нормально было. Я с мальчиками дружила, мальчишками меня любили, как вторую подругу. А потом я вот подглупо. Почему я всю жизнь вторая подруга? Я хочу быть первой. И мне папа в Тбилиси подавил тренажер. Ну, что такое тренажер в Тбилиси? Это какой-то был велосипед первый, стационарный, смешной. Первый такой вот на этот тренажер села, когда это вообще еще не было можно. Я так с этого тренажера и не слезаю. Мне было, наверное, я переехала сюда в 95-м году. Я только вот родила, где-то считать, мне было 24. И тогда был такой спортивный клуб на Щелковской, назывался «Марка Время». И я первая была, тогда еще Жанна Фриске была жива, мы вместе тренировались. Мы были целая группа девчонок, кто ходил в спортзал. Туда и занимался активно, еще был такой, Володя Турчинский тоже уже, к сожалению, ушел из жизни тоже, царство небесное. Мы все тренировались. Косметика и косметология, я в книге эту историю привожу и рассказываю. Я работала в программе «Детали», была такая программа, и каждый день гримировалась. И у меня была маленькая зарплата, не хватало на уход за собой, только снять квартиру, помочь родителям. Я, когда только такая первая популярность пришла, я приходил к нашему руководителю, Александру Ефимовичу Роднянскому, и говорю, «Александр Ефимович, мне нужно еще 500 долларов, поднимите мне зарплату». Я уже звезда, мне уже все знают, уже хорошие цифры у программы. Вот, вы плакете, зачем им 500 долларов? Я говорю, «Александр Ефимович, я останусь без лица. Это ровно в счет столько денег, сколько нужно на покупку косметики и регулярный поход к косметологу, потому что для меня косметолог, это как для футболиста, извините меня, физиотерапевтик, потому что я каждый день в эфире». Поэтому, вы знаете, я даже не помню времени в своей жизни, когда я не увлекалась зожим и не следила за своим лицом. Поэтому, если кто-то в этой теме на месте, это точно нет. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо всем за вопросы, за участие. И поаплодируем еще раз. А я поставлю завершающий вопрос, потом автограмм сессия. Пожалуйста. Да, благодарю вас. Спасибо большое. И нам очень рада вас видеть. Благодарим вас за то, что вы пришли посетить. У меня спонтанно, случайно зашла такой сюрприз. Я очень рада, что вас увидела. Я, может быть, не по теме книги. У меня два вопроса. Первое. Можно по теме? Я вас очень прошу. Я просто обязательно... Я не спросила, что книга, но первое, вы говорите, косметика. Значит, у вас, она возрастная категория какая? До вашего возраста, либо касательно меня, допустим, 50 сетей. И второй момент, вы в бизнесе, касается на бизнес, либо нет. Сейчас у всех сотрудников головная боль в горании. Подходили бы это либо ваши сотрудники, либо нет. Вы говорите, я прохожу. Это третья книга эмоциональный интеллект. Вот чтобы просто все не мешать в одну кашу, это третья книга. Надо дождаться. Когда? Коротко, ну вот сейчас вторую, ребята, хотят, чтобы я уже начинала писать, поэтому я думаю, что нужно какое-то время. Правда, ранее скажу коротко. Это серьезная такая проблема, связанная в России с тем, что люди не ощущают возможности развития движения по социальным лифтам. Много есть, как бы, отягчающихся обстоятельств, о которых сейчас не хотелось бы говорить, но самое главное то, что у нас школа лидерства и школа руководителей, предпринимателей, она только-только строится. Вот то, о чем вы мне говорите, чтобы человек не выгорал, я как человек, который большому количеству людей дает работу, управляет достаточным количеством людей, это называется вдохновить человека на то, чтобы он делал экстра, чтобы он развивался и двигался дальше. Во всех книгах по лидерству это один из самых сложных пунктов, потому что самое банальное, тебе кажется, как начальник, когда я тебе заплату повышу, давай, работай больше. Но в России это не работает, и люди не будут работать вдохновением, если ты им повысишь заплату, они просто будут работать так же. А чтобы они не выгорали, их надо вдохновлять на развитие. Как вдохновлять? Я знаю, потому что я со своим пугом работаю, но рассказывать про это очень долго, я про это, правда, большое внимание уделю в третьей книге и объясню, потому что это и есть выбор для каждого человека, ты хочешь быть ведомым или ведущим. Потому что если ты ведомый, тебя не должны эти вопросы беспокоить, пусть ведущий в этом вопросе беспокоить. А если ты ведущий, ты должен понимать, что ты свой привычный человеческий эгоизм должен сворачивать в трубочку, потому что в тот момент, когда ты хочешь вдохновить людей, тебе надо ими заниматься, надо 70 дней тратить свою жизнь. У меня, знаете, сколько людей в моей жизни, про которых я могу сказать, что они отожрали у меня по кусочку жизни. Кого-то вдохновило, они со мной пошли дальше, и вот то, о чем вы говорите, не выгорели, и супер сумели развиться очень крутых специалистов. А если кто-то, кто вообще не послушал, поел от вампири, в хорошем смысле, наверное, этого слова для себя, и остался таким же, какой он был. Но это учить любого руководителя, быть готовым к тому, что не всегда получается. NCLG не возрастная косметика, она для любых возрастов, у нас нет такой градации, мы только-только, то есть те кремы, которые разработаны, они подходят и мне, и вам. И вот знаете, я всегда люблю сравнение с корейской косметикой, и говорю, вот как бы люди вообще в это верят, потому что корейская косметика, она вообще на другой тип кожи рассчитана, то есть там вообще другие задачи. Женщине, которая живет в России, ей важны две вещи. Первое, мы живем с вами в условиях, где, например, на улице может быть минус 40, а в помещении может быть плюс 25, поэтому у нас постоянно сохнет кожа, и нам нужно увлажнение. И основные компоненты, которые были в моей косметике, это компоненты по увлажнению. И там есть крутая формула, что это такое, не хочу профессиональный термин нагрузить. Вот у нас у всех с вами, неважно, молодые девчонки, среди возрастных, у нас очень много морщинок. Соответственно, чтобы вот эти морщинки разглаживались, вот эта формула, она работает на унишение, то есть утончение этой морщины, и сокращение ее длины. Вот это для нас важно, потому что кореянки, они стареют по-другому. Вот, поэтому косметикой, мои смелые, вы можете пользоваться. Вот только-только мы переходим в возрастные линейки, и сейчас разрабатываем, то есть я смотрю этот продукт, 18-24. Потом, естественно, мы уже с каким-то, как бы, периодом времени, через несколько лет, понятно, что мы разограничим все эти линейки. Будет женская, будет мужская, будет, соответственно, для женщин более зрелого возраста, и для молодых девчонок. Но пока те продукты, которые есть, мицеллярка, патчи, патчи возрасту вообще не помеха. Покупайте, носите, вы почувствуете разницу. Спасибо. Спасибо большое. Повторите. Спасибо. 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 Спасибо.